С вами Борис Тенсор и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Понедельник у нас, вы видите, я в маске, но не думайте, что я собираюсь воспринимать удары по понедельникам, готовясь к ударам на этой неделе. Ничего подобного. Вы же знаете, понедельник я люблю. У нас с вами уже договорено, что понедельник – это начало жизни, это начало возможностей, это начало исполнения всех наших желаний. Но сегодня я в маске, потому что мне предстоит сегодня бой словесный, я не знаю, как еще его назвать, но, по крайней мере, у меня сегодня прекрасные гости, интересные, как всегда. Ваши гости, они всегда очень интересные и уникальные. Сегодня у нас чемпион мира, чемпион мира, я не ошибся, чемпион мира по боксу. Чемпион мира по боксу Джил Эмери, чемпион мира по боксу среди профессионалов. Поэтому я должен был быть в маске, но я не буду в ней все время, потому что, я понимаю, жизнь, она есть жизнь, и не всегда надо иметь маску. Иногда надо просто к ней относиться нормально. У нас сегодня чемпион мира по профессиональной Джил Эмери, но на самом деле она прекрасная леди, прекрасная дама, и она актриса. Вот видите, как это совместить? А теперь посмотрите на нее сами. Вот такая прекрасная молодая американка, которая решила себя, я даже не знаю, сделать чемпионкой мира по боксу, по стать актрисой, чемпионкой мира. А есть чемпион? Есть чемпионы мира актрисы? Как ты, как считаешь, Джил? О, какие другие актрисы? Ну, Хилари Суэнк is a wonderful actress, and she played a champion boxer in Million Dollar Baby, but I don't think there's any other actresses out there who actually boxed. Русский, скажем так, русский тренер, становится тренером американки. Джил, у тебя есть какие-то корни русские какие-то корни? У тебя кто-нибудь там в каком-то поколении приехал из России? Нет? No, no, I'm half Irish and half German. Повезло, да, я пока первый советский тренер, который воспитал чемпионка мира. Советский, но советский, но советский, всего по советского пространства, да. А может быть даже европейский тренер, который сделал чемпионат мира с ним. Я хотел бы не ставить перед собой. Я стал, конечно. Я был уверен, что я буду олимпийским чемпионом. Почему ты не стал? Сейчас-то я понимаю, что Бог не дал. Это уже божий дар. Мастером спорта может стать любой на фанатизме, но международникам и выше уже надо божий дар. Это я уже понимаю как тренер. А божий дар тебе дал как тренеру? Вот получается, что, ну, если учитывая то, что вот они, это у меня, но ученики, вот это имеют, наверное, да, как тренер мне это дал, да. Да, и не надо, это только одна. Сколько килограмм у меня в России также имеют в Израиле. Мальчишки имеют такие же медали в Америке. Это только один человек. Но еще маленький ненас такой. Я приехал когда сюда почти 10 лет назад и сказал себе, забудь, что у тебя были чемпионы России, что у тебя были чемпионы Израиля. Сделай сначала как минимум чемпиона Америки здесь, и потом начинаю же говорить, кто ты такой. И я потратил почти 10 лет, чтобы сделать, ну, вот, она медаль, вот эти Golden Gloves, другие мои ученики, как сделать свое имя, чтобы ни один американский тренер, я его тоже понимаю, не сказал, кто ты такой. Теперь я уже могу сказать тому же американскому тренеру, кто ты такой, кого ты воспитал в этой стране. Ее стиль называют стилем Кличко. Так что после таких боев, как Володя проводит, да, должны называть Кличко стиль Джилл, да. Потому что я считаю, что наш стиль, конечно, советский, это уникальный стиль, это лучший стиль бокса, что в профессиональном, что в любительском плане. И поэтому надо его использовать, как я говорю своим ученикам, не для защиты, а для того, чтобы бить противника. А что такое советский? Американцы ждут, это я могу тоже, в моем виде спорта в боксе, они ждут таланта. Что когда придет такой же, как Тайсон, он придет следующий, там, Мухаммед Али, он придет Забджуда. И получается в Америке боксер делает тренера. Вот это такой парадокс. Это я могу сказать полностью. То есть если пришел самородок, тогда... Конечно, и тренер рядом с ним такой великий становится, и к нему все идут. А ты хочешь сказать, что ты готов взять любого спортсмена, в среднем, на уровне мастера спорта, и сделать из него чемпионом мира? Но чемпионом мира, опять я могу сказать, чемпионом мира может стать хороший мастер спорта. Потому что есть разные версии чемпиона мира. Великим боксером, вот как на уровне... Не как Кличко. Кличко он не великий боксер. Кличко просто сейчас попал без времени, что нет противников соответствующего уровня. Я Володю очень сильно уважаю, но я просто хочу быть реалистом. И говорю объективно, ну это опять же с моей точки зрения, мой объективизм, что мастер спорта нашего постсоветского пространства реально мог бы стать на уровне Владимира Кличко, чемпионом мира. Но стать на уровне того же Халифилда, Тайсона, это уже надо иметь талант. Хорошо. Времени. Пожалуйста, покажите нам следующий видеоэпизод. Это судьи отдави тачник. Все три судьи отдали нам. Все три судьи. Первого чемпиона мира. Начало положено. Начало положено. Какой пояс. Серьезный пояс. Это эквивалент сделать, такой же пояс у Кличко, у Москаева, такой же категории пояс. Это что? Это золотые перчатки, голден глаз, то есть это перчатки, чемпионки, чемпионки. Разных каких-то соревнований, да? Одни и те же соревнования, это самые древние соревнования вообще, которые есть на земле, среди любителей. Они уже проводятся в 82-83 раз в этом году. И четырехкратная чемпионка этих золотых перчатков, в Медсенсквергардене постоянно финал, стала Джил Эмори. Да, вот она их заработала, это ее... А ну, примерим. Хорошо смотрится. А ну, сейчас покажутся. Зрители, сейчас мы попросим Игоря Чепасов показать нам. О, вот это что-то. О, это похоже на украшение. Это похоже на украшение. Да, хорошо. Ну, сейчас вот мы приезжаем, такие тренера, у которых действительно, которые тренера в прямом смысле слова. Я не говорю про себя, про таких же, как я. И американцы начинают, когда я начал тренировать Джил, 10 лет назад, Форман тренировался у меня, и все говорили, о, это Russian style, вот то, что сейчас Кличко так боксирует, это булшит, это никакого будущего, профессионалов не будет, то есть не будет профессиональной карьеры. И сейчас, когда вот я уже сделал столько там чемпионов, наверное, я единственный тренер в Нью-Йорке, который на одну душу населения, как на много количества, сделал столько чемпионов с золотых перчаток, что сейчас говорят, о, Майкл, he is great time, очерковалович. Майкл великий любитель, тренер по любителям, но он не профессионал. Но ты теперь начинаешь... Да, и сейчас уже, когда вот у меня уже появилась чемпионка мира среди профессионалов, они уже сейчас понимают, что не сегодня-завтра у меня появится парень чемпион мира среди профессионалов. Но вообще у тебя есть сегодня ребята, которые ты считаешь... Ну, ты вообще у нас оптимист, ты у нас романтики, ты у нас во всех молодых людях видишь будущих тайсонов. Но, в принципе, трезво, глядя на ситуацию, у тебя есть сегодня ребята, которые ты видишь чемпионами мира? Борис, ты видел... ...карьеру, как строишь. Это важно для тебя? Это очень важно. Это очень важно, потому что мне было приятно, когда уже член парламента Казахстана Селика Набар сказал, Миш, поздравляйте с первым чемпионом мира, он говорит, с чемпионом, не с чемпионкой, потому что все специалисты, они понимают, что тут работа производится одна и та же. Просто когда ты... Сейчас возможность у меня есть, если женщина сделать чемпионку мира, чемпионку мира, я это делаю, потому что при такой конкуренции, как в Америке, когда ты приезжаешь в чужую страну, а тем более, хочешь занять место под солнцем, где бокс, такие традиции, такая, ну, я не знаю, в прямом смысле слова мафия, и ты хочешь сказать, но это мое место, я приехал, это мое, это почти нереально. И вот я сейчас продвигаюсь, и это моя первая чемпионка, это лишний звонок моим противникам, моим командам, надо двигаться, то, что вы среди тренировок, а я знаю, что вы тренируетесь с утра до вечера, и поэтому посвящен весь день, и это действительно профессиональная, серьезная работа, и вы нашли время, и приехали в нам в студию, большое спасибо, Джил Эмери, чемпионка мира по боксу среди профессионалов, Джим Эмери! Спасибо. И Михаил Козловский, Майкл Козловский, тренер по боксу, и человек, который воспитал многих любительских, в любительском ранге чемпионов мира, а теперь и профессионал.